В прошлую пятницу в селе Дубровичи, что в Рязанском районе, прошли публичные слушания по вопросу перевода земель из сельскохозяйственного назначения в зону промышленности. Речь идет о песчаном карьере рядом со Спасской дорогой. По мнению рязанских экологов, вот уже несколько лет здесь ведется незаконная разработка. По нескольким обращениям местных жителей, которые поступили в Рязанский экологический альянс в эру, мы изучили проект генплана и было выявлено факты кричащие. Это массовый вывод земель сельскохозяйственного назначения из сельхозоборота под застройку. Площадь сельского поселения увеличивается более чем в два раза. Второй кричащий факт – это массовый вывод земель сельскохозяйственного назначения под земли промышленности. В данный момент это подразумевает открытие песчаных карьеров по добыче песка. Впрочем, жители Дубровича явно не ждали экологов из города. Члены комиссии по проведению публичных слушаний, а это работники поселковой администрации, отказались принимать собранные подписи против перевода земель. Комиссию по проведению публичных слушаний Дубровского сельского поселения Льзанского муниципального района. Копия в администрацию Льзанского муниципального района. Предложение извлечения к публичным слушаниям по проекту генерального плана. Подписи граждан покажите нам, пожалуйста. Смотрите, подписи. Так, ксеропопии подписей граждан, ни одной подлинной подписи гражданина Рязанской области в этом документе нет. Вы уходите, у нас мы стараемся решить свои вопросы. Зачем? Я не хочу. Это не ваши личные вопросы. Наши личные вопросы, наши жители. Это не ваши личные вопросы. Наши, мы здесь живем, это наши личные. И не надо нас снимать. Я не хочу сниматься. Вы берите свою камеру отсюда. Постепенно ситуация накалялась, и некоторые из пришедших на слушание местных жителей во главе с главой поселковой администрации Ольгой Ходиной попросту вытолкали рязанских экологов и журналистов за дверь. Налицо явное нарушение закона о средствах массовой информации, которую никто не отменял. Например, первые пункты статьи 47 закона гласят, журналист имеет право искать, запрашивать, получать и распространять информацию, посещать государственные органы и организации, предприятия и учреждения, органы общественных объединений, либо их пресс-службы, быть принятым должностными лицами в связи с запросом информации. Попытка зайти с соседнего входа также не завершилась успехом. Почему вы закрываете дверь? Это открытые слушания? У меня идет ремонт, у меня стоит рабочий, понимаете? Мне нужно ремонтировать клуб. Я не могу делать 10 возняк. У нас вход с другой стороны. То есть, таким образом вы не допускаете представителей Рязанского экологического альянса на публичные слушания? Нет, это вам так хочется. Вы так хотите представить? То есть, вероятно, потому что это проект коррупционный? Нет, вероятно, потому что идет ремонт. Почему вы выставили представителей прессы и причинили... Вы ломитесь во вход. Дальше публичные слушания, как говорится, проходили за закрытыми дверями. Хотя, по определению, это мероприятие должно быть полностью открыто для всех желающих и уж точно для прессы. Хотя, по всей видимости, закон для периферийных начальников не писан. Кто там журналисты? Догнатик за шеей. Так и не иначе можно объяснить это без преувеличения хамское поведение сельских руководителей. И это, в первую очередь, слушание сельского поселения. Основной вид деятельности и источник дохода – это сельскохозяйственная деятельность. Сейчас мы подрываем, не мы, а вот попытки, корыстные попытки некоторых лиц по торговле, незаконной торговли землей и переводом ее из категории сельхозназначения в землепромышленности, в землепоселения, мы тем самым подрываем потенциально продовольственную безопасность. Сейчас экологи готовят заявление в прокуратуру и надеются с помощью надзорного ведомства опротестовать результат таких публичных слушаний, где противникам перевода земли даже не дают выступить перед людьми, а прессу силой выставляют из зала.